Новой ферме быть. Такое решение было принято губернатором округа Юрием Бездудным в ходе рабочей поездки в ОМУ. Также глава региона проверил наличие лекарств в аптеке и провел встречу с жителями села. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. В начале своего рабочего визита Юрий Бездудный посетил аптечный пункт. Проверил наличие лекарственных средств. Лекарств, поступления, что мы ждем месяц-полтора, заявки охранляются, очень долго ждем. Ненецкая формация, они-то молодцы. Что не закажешь, они там все быстренько сформируют, где это лежит, я не знаю, на почте России в аппарту. То есть это все очень долго. Да какое иметь значение, где это лежит? Это должно лежать здесь у вас на складе, в аптеке. Раньше-то было, что у нас делала заявку в понедельник, в пятницу не пришло, она уже все это... И у нас постоянно были лекарства, у нас такого не было, как сейчас. Аптека какое-то время пустует, потом снова завалена, пустует, потом снова завалена. Такого раньше не было. Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту организовать доставку лекарственных средств не раз в месяц, как это было до сих пор, а каждую неделю. Еще одна проблема, которая остро стоит на селе – запись к узким специалистам в городе Наринмаре. Там в окружной больной клинике сначала как к терапевту, потом к урологу, потом все пошло дальше. То есть, а мне-то так тоже неудобно. То есть терапевт. Потом, значит, терапевт даст, когда через неделю, через две он к урологу. Это человек приехал из деревни. Билет стоит 8 тысяч, да? Сколько сейчас стоит? Подражал билетом? 8 тысяч тысяч. Ну вот. Это туда-сюда ему мотаться, там надо где-то жить. В этом, получается, потом уролог заболел. Я его записала на этот день, он в этот день заболел уролог. В свою очередь, Юрий Бездудный поручил ответственным лицам отработать с поликлиникой механизм записи на прием к узким специалистам, жителей Заполярного района. Также в ходе рабочей поездки губернатор округа посетил ферму. Еще летом бывает, где-то 800, где-то 17 центнеров, мы 87 тормозадок стоим. Слушайте, хорошо. Перерабатываете все это? Ну, да. Что делаете? Молоко, сливки, творог. Вопрос строительства новой фермы в селе назрел уже довольно давно. Именно поэтому глава региона решил на месте, как именно будет строиться объект. Это постоянная боль селян, потому что ферма в аварийном состоянии была. В прошлом году ей сделали такой поддерживающий ремонт. Но по сути, конечно, нужна новая ферма. Сегодня мы разбирались, каким образом будем строить новую ферму. Нужен земельный участок, подрядчик, который выстроит эту ферму. Собственно, основная цель была разобраться с этой фермой. В ходе рабочей поездки глава региона вручил оленеводам ключи от новых домов. Новоселами стали семь семей, причем пять из них многодетные. Также в ОМИ Юрий Бездудный провел встречу с местными жителями.